Я работаю в жилищно-коммунальном хозяйстве с 1984 года. 16 лет руководил предприятием электрических и тепловых сетей. Вы знаете, что в городе не было жалоб на тепло, на водоснабжение. По электричеству были большие проблемы в то время. Это были конец 80-90-х годов, где, ну как дунет ветер или гроза пройдет, то полгорода было без электричества. Мы большую работу провели по электроснабжению города, закольцевали этот город. По теплоснабжению своими силами всегда меняли 7-11 километров тепловых сетей. Все помнят, те времена были тяжелые, сложные. Можно сказать, в 1996 году спасли город от размораживания. Никто, наверное, об этом и не заметил. Значит, тогда, когда на ТЭЦ не хватало угля, когда людям не платили зарплату, температура была 50 градусов по подаче, пришлось вызвать бригаду, будем так, или участок из Новосибирского института по наладке инженерных сетей. Они отработали здесь, в городе Ячинске, два года. Построили насосную станцию на стройке, потом мы участвовали в строительстве насосной станции в Авату, а уже собственными средствами построили насосную станцию на стройке, которая возле, сейчас не помню, какая там улица, уже забыл, если честно сказать. Поэтому, в общем, что еще? Ну, могу сказать, что полигон бытовых отходов построил. Умирает сейчас? Нет, он еще не умирает. Мы как раз его в 2001 году ввели, ну, тогда с Ачкасом работали, тогда как раз безработица была. УМ-6, Калашников тогда работал. Строители Ачинстрой, ПМК-10. Тогда мы, ну, Лебедев Юлийсан сказал, что я за два месяца его построю. Ну, мы решили, что пусть мы лучше построим его за пять месяцев, но люди получат заработную плату. Нужно было спасать какие-то предприятия тогда. Продолжение следует...